Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» предлагаю вашему вниманию мудрые размышления о путях спасения. Есть два пути спасения. Это путь монашеского служения Богу и путь создания семьи. И хочется сегодня вашему вниманию предложить мудрые размышления одного из выдающихся духовных писателей и подвижников Архимандрита Рафаила Карелина. Выдержки из его статьи, которая так и называется «Два пути к Богу». Второй путь к Богу – это создание семьи. И здесь мы видим психологическую неподготовленность людей для христианского брака. Основа семьи – это любовь и взаимопонимание. Однако для современного человека слово «любовь» сливается с представлением о страстном влечении людей друг к другу. Исчезает страсть или вытесняется страстью к другому лицу, и любовь пропадает. Ну, точнее, то, что люди называют любовью. Люди, развращенные из детства, трудно воспринимают такое свойство любви как верность. Вот обращает внимание отец Рафаил. «Неотъемлемое свойство любви как верность. Между любовью и страстью существует коренное различие. Страсть хочет захватить другого, присвоить его себе. А любовь – это жертвенная самоотдача». Современный человек разлучился, жертвуя для других. И потребительский принцип делает семью полем противоречий. Согласитесь, дорогие друзья. Жизнь многих людей подтверждает как раз эти мудрые наблюдения архимандрита Рафаила, что семейная жизнь – это поле противоречий, поле какого-то взаимного противостояния. Одно из чувств противостоящих любви – это гордость. Современный человек горд. Он считает, что в семье ему должна принадлежать руководящая роль. Поэтому в семье идет постоянная борьба за власть. И другое лицо воспринимается как конкурент и противник, которого надо обязательно подавить. Такое же желание господствовать нередко проявляется и по отношению к детям. А родители следят за каждым поступком ребенка. Но не чтобы его исправить, а чтобы передраться и показать свое превосходство над ним. Из-за этого вырастают или маленькие деспоты, то есть деспоты – это те, которые как бы вот эту модель жизни воспринимают в себя, и потом, когда сами вырастают, становятся очень жестокими и беспощадными к другим. Или безвольные люди, которым трудно принимать самостоятельные решения. Иногда родители впадают и в противоположную крайность. Они вообще не обращают внимания на детей, а занимаются только своими делами. И в первом и во втором случае одна причина – дефицит любви. Супруги должны стараться понять друг друга, посмотреть друг на друга и на конкретную жизненную проблему глазами другого человека, то есть глазами твоего ближнего. Поэтому в браке, кроме любви, должно быть единство или сходство во взглядах на жизнь, общие нравственные принципы. А для верующих людей, что очень немаловажно, духовное единство, как и исповедание одной веры. Между тем люди, вступающие в брак, часто не интересуются верой или мировоззрением того человека, с которым они собираются связать свою жизнь. Как не согласиться с этими словами, дорогие друзья? Вопрос мировоззрения, веры, порой для многих современных людей даже не имеет особого значения. Даже когда люди знакомятся, даже уже общаются некоторое время, совершенно даже не спросят, а верующий ли ты человек? Им кажется, что все трясется само собой, больше интересует другое – положение в миру, образование, материальный достаток, а часто после брака рядом оказывается душевно чужой человек, который не может и не хочет тебя понять, который в лучшем случае может быть только партнером. Брак – это помощь друг другу во временном и вечном, в материальном и духовном. Брак налагает на человека определенные обязательства. Если есть любовь, то несение этих обязанностей доставляет удовлетворение и радость. А если ее нет, то воспринимается как абуза, как тяжесть, которую надо нести на своих плечах, и вызывает только раздражение и взаимные упреки. Основа брака – это честность супругов друг перед другом. А ложь стала универсальным явлением современной жизни, и семья не представляет исключения в этом. Поэтому фальш разъедает взаимоотношения, казалось бы, самых близких людей, как ржавчина разъедает железо. Семья, пишет отец Рафаил, должна быть оазисом, где человек находит отдых от знойной пустыни мира. А она в современных реалиях превращается в место непрерывных сражений. Человеку не хочется приходить в свой дом, где нет душевного тепла. Он ищет счастья на стороне, иллюзорного, счастья в вине, в наркотиках, в разврате и т.д. Даже в семьях, которые можно считать благополучными, имеется в виду со светской точки зрения, ну, относительно благополучными, наблюдается следующее. Супруги по вечерам сидят у телевизора рядом друг с другом, но как бы разделенные стеной, со взорами, устремленными на голубой экран. Они живут в нем. Они забыли о существовании своей семьи. Она им просто не нужна. Но можно добавить, как к наблюдениям отца Рафаила Карелина, что сейчас, кроме всего прочего, люди не только могут сидеть у одного экрана, отстраненные друг от друга, но каждый может сидеть в своем телефоне. И тоже отстраненные друг от друга. Часто рядом с родителями сидят дети. Теперь редко какая передача обходится без чего-то безнравственного. И дети постепенно перестают уважать родителей, которые перестают быть для них нравственным авторитетом. Самое могучее средство для воспитания ребенка – это пример собственных родителей. Но родители не могут быть примером для своих детей. Дети это чувствуют. И возникает протест против собственных родителей. Протест этот закладывается с детства. Уже в переходном возрасте он принимает более такие отчетливые, резкие формы. И уже в возрасте примерно 17, 18, 19, 20 лет, порой даже до полного разрыва общения с родителями, к сожалению. Семья распадается на враждебные группы. Родители перестают любить своих детей. Рождение ребенка, его воспитание было источником радости. А в ребенке родители как бы заново переживали свою жизнь. Так было в течение долгого времени. Теперь же рождение ребенка воспринимается как новая тяжесть, которую нужно нести неизвестно для чего. В современном мире убийство плода принимает форму эпидемии, которая уносит десятки миллионов жизней на пяти материках. Совместное преступление не соединяет, а разделяет супругов. Убийство младенцев – это тот грех, который делает семью владением темных сил. Люди чувствуют, что в их домах происходит что-то неладное, что вспышки ненависти друг к другу, уныние, часто беспричинная раздражительность, переходящая в ярость. Все это разрушает семью. Кровь детей мстит за себя, потому что семьи, и поэтому семьи разваливаются с легкостью карточных домиков. И далее отец Рафаил обращает внимание на то, как надо, в общем-то, себя готовить к браку. Человек должен подготовить себя к браку. Только в христианской семье возможно счастье. В физике есть закон. От переменной температур в самом твердом металле образуются микротрещинки. Невидимым глазом, невидимые глазу, и затем они расширяются, и металл становится хрупким и неожиданно ломается. То же происходит и в семье. Мелкие неприятности, взаимное неуважение друг к другу, взаимные оскорбления, взаимные обиды – это те маленькие трещины во взаимопонимании супругов, которые затем расширяются и углубляются. Ссоры переходят в привычку, а если они их скоро и забывают, то все равно остаются в глубине подсознания, и человек становится перед фактом. Он не любит свою супругу или супруга, соответственно, и не хочет семьи. Поэтому человек, вступая в брак, должен осознать, какую ответственность он на себя берет, искать силы в молитве к Богу. Семья должна быть школой терпения и борьбы с эгоизмом, но в наше время, к сожалению, она часто превращается в предмет захвата, когда человек относится к другому, как к инструменту, который можно употребить в своих целях, а затем выбросить прочь. Синонимом христианского брака является венчание. Если раньше венцы символизировали собой чистоту, которую сохраняла чета до брака, в течение многих веков так было, вот почему, собственно, таинство венчания – это как некий такой вот, как торжество целомудрия двух любящих друг друга людей, которые сохранили себя до брака, то теперь все больше и больше приобретает символический смысл будущей награды за терпение, которые супруги должны проявлять друг от друга в их совместной жизни, в рождении и воспитании детей. В наше время брак стал часто превращаться в мученичество, поэтому христианский брак награждается как подвиг. Вот такие наблюдения, такие советы, такие размышления Архимандрита Рафаила Карелина, одного из современных духовно-опытных наставников, ныне здравствующего, слава Богу, который поделился своим опытом об этом очень важном вопросе создания и сохранения христианской семьи как одного из путей спасения. Я вам сейчас зачитал, дорогие друзья, выдержку из его статьи «Два пути спасения». Преподобный Паисий Святогорец, один из великих святых 20-го столетия, которого достаточно часто мы цитируем в наших встречах на библейском портале «Экзегет», он даже говорил следующее, что единственная ценность жизни для многих, для людей, живущих в социуме, – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье, советует преподобный Паисий. Когда разрушится семья, будет разрушено все, и духовенство, и монашество. Об этом очень важно помнить, особенно тем из нас, которые в силу своего положения, какой-то должности, какого-то служения на самых разных, скажем так, площадках, в разных областях современной общественной жизни, например, педагогу или врачу. Тут можете на свое усмотрение перечислить самые разные профессии. Если твое служение своей профессии, если ты отдаешь все свои силы, но в ущерб семье, если семья из-за этого разрушается, если семье не уделяется никакого внимания, то с христианской точки зрения, вы поймите меня правильно, дорогие друзья, это все-таки является не совсем правильным отношением, потому что семью все равно надо хранить, семью надо беречь, семью надо дорожить, как уже только что было сказано, как одно из самых великих сокровищ, которое дано человечеству. И вот один из наших уже отечественных подвижников веры, архимандрит Иоанн Крестьянкин, духовник Печерского монастыря, за много лет своего духовнического пасторского служения, как он часто говорил своим духовным чадом, никогда никому не давал благословения на развод. Он всегда говорил, до последнего надо стараться сохранить семью, молиться, терпеть, прощать, идти навстречу друг другу, находить своему ближнему, супруге или супруге, соответственно, смягчающую вину обстоятельства, но всеми силами старайтесь, говорил архимандрит Иоанн, сохранить семью, потому что семья – это великая ценность. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok